Господи, Петечка, что ж ты такой напряжённый-то? Да я не напряжён, Лариса, не напряжён. Да? Ну ладно тогда. Я Лариса Гузеева в эфире. Давай пожелимся. Добрый вечер. Сегодня у нас три невесты. Наталья, Виктория и Нина. И бороться они будут за Петра. Привет, как настроение? Здравствуйте. Ну, хорошо. Хорошо, пойдём. Спасибо. Пётр, 37 лет. Расстался с возлюбленной после того, как она потеряла ребёнка и впала в глубокую депрессию. Пётр по образованию бакалавра биологии и химии. Окончил магистратуру антропологии. Путешествует автостопом, умеет ходить по стеклу, дышать огнём и лежать на гвоздях. Признаётся, что питает страсть кошкам и знает пять языков. Гордится тем, что был волонтёром в Индии. Пётр не сможет влюбиться в девушку без огонька. Для него не имеют значения рост, вес и цвет глаз. Главное, чтобы девушка была яркой, лёгкой на подъём. Какой вы, Петечка, коварный мужчина. Бросили девушку в такой непростой ситуации. Почему? Да я её не бросил. Мы с её познакомились в институте. У неё было 18 лет. У меня 21. Мы прожили несколько лет вместе. Около 6. Сейчас я Розе объясню. Он не татарин, Роза. Болгарин. А то ты прямо уже столько любви в лице. Болгарин, Роза. Рив тебе нравится? Да, очень симпатичный. И мне нравится, что он в Индии был и йогой занимается. Она забеременела в том время. Я всё время её поддерживал. Но так случилось у неё нервный срыв. И она захотела, чтобы раздеться. Ну, в смысле... А нервный срыв из-за того, что замерзшей беременности пришлось сделать аборт? Да. Ну, такой достаточно интересный. В общем, брутальный. Очень яркий. Может быть, она ждала, что вы её позовёте замуж? Может быть, из-за того был нервный срыв, что вы на ней не собирались жениться? Ну, мы про это говорили, когда мы жили вместе. У неё была такая идея, что надо сперва каждой утвердиться профессионально. Сработает. Ой, послушайте. Везде женщины одинаковые. И здесь, и в Бразилии, и, не знаю, в Гвинеи, и Бесау. Если женщина от вас беременная, она хочет, чтобы на ней женились. У него глаза светятся. Ты такой играющий, да? Ну, а потом я начал работать на Кипре как аниматор. И как убегал из своих чувств. Да. И на Кипре влюбились в француженка? Да. Так получилось, что закрутился романс. Потом она мне позвала в гости. Она жила в Брусселе. Я поехал в Брусселе. В гостей. Потом, ну, как, идея была, чтобы... Пока вы делали визу в Бельгию, она вернулась к своему бывшему парню. Ну, да. Переживали? Да. В общем, сильно переживала, и мне это толкнуло. Я долго думал сделать это, но это помогло мне решиться потом пойти делать волонтерскую программу. Какой молодец. И в каких странах вы работали волонтером? Программа начинала в Норвегии. И потом я поехал в Индии работать с бездомными на 6 месяцев. Я учил бездомных детей по-английски разговаривать. Тоже мы устраивали такие медицинские лагеры. А надо сказать, что вы знаете 5 языков. А ты будешь с ним ездить вот так вот? Конечно. Я буду даже стимулировать. То есть я хочу поехать куда-нибудь. Где вы влюбились в москвичку? Да, вот после этой волонтерской программы я прожил несколько лет в Норвегии. Потом меня пригласили снова работать на Кипре. И вот там познакомились с этой москвичкой. А она там отдыхала или работала? Она отдыхала. А вы работали? Да. Ну и она отдыхалась. Да. Влюбилась в вас? Ну, так мне кажется. И дала вам адрес московский. Номер телефона и скайп. Мы встретились три раза всего. Ну, остались в такие непонятные отношения. Потому что когда вы на отдыхе, или мы на отдыхе, и ходят красивые болгарские парни в трусах, загорелые, высокие, стройные, а еще если ходят по стеклу, это одна ситуация. А когда вы приезжаете в Москву, вам холодно, с поднятыми воротничками, в шапочках, с красными носами, вы не выглядите так романтично и мужественно. И здесь, думаешь, какой-то он другой, как-то было там на Кипре круче. И, видишь, любят все-таки женщин таких более статных, да, наверное? Ну, не таких с рюкзаком, ботинком. Почему за русской приехали? Знаете, думаю, что мы болгарские и русские очень-очень похожи. Мы такие как горячие люди и открытые. Показываем эмоции. И это мне нравится. То есть русская вам ближе, чем француженка? Да. И чем болгарка? Ну вот, это непонятно, но... А мне понятно. Я четыре года подряд отдыхала в Болгарии. И я видела, как болгарские женщины крутят болгарскими мужчинами. У вас любая самая некрасивая, самая обычная-приобычная имеет красивого мужа, и он и работает, и служит ей, и дома помогает, и все. У вас женщина-хозяйка, у вас матриархат. Честно говоря, я думаю, что здесь это приезжает. И скоро так будет. Хотелось бы. А что, служанка, что ли? Мы прямо... А русские служанки, если любят, все, почки отдадут, сердце вырежут, деньги, то, что родители копили, все, все. Ну, это да. Ну, ему, слава тебе, Господи, деньги-то не нужны, я так понимаю. Правильно ли? Послушайте, у вас ведь какая-то потрясающая... Вы, бакалавр биологии и химии, и магистр антропологии. Да. Потрясающе. Такой образованный. А чего по специальности не работаете? Работать как аниматор на Кипре было больше платно, чем быть учитель в Болгарии. Ну, одно дело, когда вы в 20 лет аниматором работаете, понимаю, но когда почти под 40... Роза кушает, хочется, деньги-то, время-то какое-то. Но он не симпатичен, мне нравится, как он бровями делает домик. Поэтому, если вы болгарский лягуш-путешественник, то я так думаю, что чего мне тут стараться-то? Надо такую же лягушечку найти, путешественницу. Я так не думаю, Роза, редко я бываю с тобой не согласна. А чего это? Пусть традиций у нее никаких не будет, пусть корней не будет, чтобы не привязано. А то родственники пойдет, отпустят ее. Мне кажется, что Петр уже нагулялся, Петр достаточно посмотрел мир. И кажется мне, Роза, что Петр путешествует с палаткой на горбу, колесит по свету, не от хорошей жизни, а появится у него дом с хозяйкой, с приличной женой и остепениться, и будет он прекрасным отцом. И прекрасным мужем. Все это не от хорошей жизни. Хорошо, не буду я с тобой спорить. У нас есть видео. Может быть, действительно, ты права. АПЛОДИСМЕНТЫ Петр, а уже сердце вот вас к определенному месту, к дому тянет или нет? Или у вас кровь другая? Или вы как цыган будете все время путешествовать? Может быть, я не права и не нужен вам дом? Вообще, где вы хотите осесть? В России, в Болгарии, где? Может быть, вы и не хотите? Может быть, и девушка вам нужна такая, которая не хочет никакого дома, и детей будет носить в рюкзаке? Нет, ну, это крайность. Я думаю, что... Да, я готов. В общем, если я найду причину остановиться... Нет, вот чтобы я вас не уговаривала, вы чего хотите, то и будет. Какую жизнь для себя, какого счастья хотите? Честно говоря, я ищу причину остановиться. Раньше 17-го года вы не остановитесь, вы будете еще путешествовать, и, скорее всего, будете заниматься профессией типа аниматора. Ну, может быть, он сегодня девушку встретит, близкую себе по духу, и два года он будет ее обхаживать, а потом женится. И придет к нам, как его друг Кристо, который любимец нашей программы, уже и ребенка родила, и приходит к нам все время в гости. Девушка действительно нужна открытая, активная, честная, верная, любящая, такая порывистая. И еще один момент. Луна в знаке Скорпион, есть некая тревожность вот внутри. Она всегда немножечко присутствует, поэтому девушка должна успокаивать, стабилизировать, говорить, все будет нормально, не волнуйся, все будет хорошо. Ну, еще должна быть бескорыстная, потому что, как говорится, если 37 ничего не нажил, вряд ли наживешь, собственно говоря. Может, у нее в Болгарии есть. Да что есть-то? Знаешь, нормальный мужчина, извините, не будет зарабатывать хождением по стеклу и глотанием шпаги. У него, конечно, не будет огромных денег, я сразу скажу. Вот, и я говорю. Но это не значит, что он будет несчастен. Он найдет такую девушку, которая, потому что важны не деньги. Он говорил, что ему нужна девушка с огоньком. Я им сегодня покажу огонек. Встречайте невесту. От отчаяния и мытарств, простуд и проблем других. Любовь лучшая из лекарств, когда делится на двоих. Здравствуй, Петр, я Наташа. Наталья, 33 года. По образованию педагог-психолог. Работает организатором детских праздников. Обожает путешествия, танцы, кулинарию и искусство. Гордится своим маленьким сыном и признается, что ищет безусловную любовь. Предупреждает, что страдает внезапной рассеянностью. Наталья долго терпела измены своего возлюбленного, а потом нашла свою настоящую любовь в Индии. Надеется, что с Петром у них много общего. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. А это вы кому принесли? Петру? Это я привезла всем вам. А что это? Пирожки. С чем? С сыром и зеленью и овощами и курицей. Какая вы молодец. Угощайте. Платье у нее красивое овощие. Мне кажется, это мое платье. Спасибо. Это очень вкусно. Это очень вкусно. Правда, сами готовили? Да, вчера. Потрясающе. Умницы. А вы сами? Или в путешествии, что там купил по дороге автостопом? Кстати, любят путешествовать автостопом. А, кстати, почему у вас что? Я путешествовала автостопом... Денег не хватает? ...с 18 до 21 года своей жизни. Ну, вам-то ладно, у вас денег нет. А у вас что? Ну, даже если бывает, иногда так интереснее. Сложно с ребенком путешествовать. Мне кажется, это такой груз, который он не захочет нести вот сейчас. Наташечка, почему так долго терпели измены своего мужа? Потому что я пообещала вселенной научиться любить человека таким, какой он есть. Это называется безусловная любовь. И я тренировалась безусловной любви. Безусловная – это где можно в семью приносить грязь? Я согласна, но я поняла потом это, только спустя несколько лет. Я поняла, что любовь, безусловно, это в том числе и любить себя. И мне не хотелось терпеть вот эту боль, всю, которую он мне причинял. Действительно, было очень больно. А он не скрывал, что вам изменяет? Он не выносил это, я случайно обнаружила. У нее уже вот эта вот идея, которую она сейчас пропагандирует, она больше в идею даже влюблена, чем, мне кажется, в этого мужчину. И вот вы опять по совету, наверное, какой-то подружки решили уехать в Индию. Я уехала в Индию, потому что некоторое время до этого я поняла, что я очень хочу путешествовать. Мы начали путешествие из Таиланда, а потом переехали в Индию, и я там стала работать. И, собственно говоря, я там и познакомилась. И влюбилась в индусы? Да. Он не совсем индус, у него, наверное, треть крови индийской. А Кастовый... Ну, такие же родители, наверное, там тужили в 70-е годы, и мамка не помнит, от кого родила. Нужна ли ей эта любовь? Или ей нужна, наоборот, тоже какая-то своя жизнь такая интересная? Тоже непонятно. А вы артистка? Я занималась танцами в детстве, я не могу сказать, что я профессионально танцую, совсем нет, но моего уровня подготовки хватает для работы в Индии. На самом деле, индусам все равно, как танцует женщина. Абсолютно, выходит белая женщина, понимаешь? Она может просто ходить тудым-сюдым, понимаешь? Да, да. Хорошо, вы когда забеременели, и сказали ему, он обрадовался? Он нарвал на себе волосы, я хочу свободы, я хочу пожить для себя. Это естественно. На что я ему заявила, давай останемся друзьями, я от тебя ничего не хочу. Я он сказал, знаю, я вас русских, клещами будешь держаться теперь за мою гашечку. Я от него ушла. Вам дай волю, вы тут будете рожать, скажите, три месяца. Он мне через три дня прислал очень много смс-ок, позвонил и сказал, я хочу семью, я люблю тебя, я хочу быть с тобой. И оставшаяся часть моего пребывания в Индии до того, как я съездила в Россию, мы путешествовали, мы съездили в Гималай, там побыли, потому что мне беременной очень захотелось в Гималаях пожить. Они с Питером очень похожи, они как-то по энергетике похожи. Он такой вот немножко такой мягкий, он оба спокойные, нужно немножечко, а он не хватает, тут нужно искры немножечко. Я за полтора месяца до родов, за два вернулась в Индию, мы сняли дом, я свела там гнездо, потому что я искренне считала, что у нас будет семья, он будет замечательным отцом. Все на это указывала. Он вас бил? Но до родов один раз. За что? В день моего отъезда, накануне, за то, что я за день до этого ушла из дома. Уже имея ребенка? Да, сыну было пять месяцев. А куда вы ушли? Ушла Каня, ушла. У меня через сутки был самолет, и я хотела последний день провести спокойствие. То есть до этого он тоже вам спокойной жизни не давал? Он устраивал периодически мне полноценные мозговые стряски. А из-за чего? Смотрите, жениться он на вас не хотел, ребенок нежеланный. Тогда какая ему разница? Он уже хотел ребенка. Он уже хотел ребенка, он очень любил сына. Дайте хоть на ребенка посмотреть. Давайте посмотрим на ребенка. Думаю, ребенок красавец. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Как он беленький. Наталья, как зовут? Даниэль. Боже мой, сколько ему Даниэлю. А вы кто? Няня? Мама. А, вы бабушка? Мама Наташина, да. Даниэль, ты красивый. Привет. Галина, скажите мне, пожалуйста, вот вы родили такую деваху, дали ей образование. Что произошло в вашей жизни? Почему вдруг она уехала на другой конец света? Нет нормальной работы, нет какой-то стабильности в жизни. Вы это поощряете? Вам это нравится? Родила в ней брака, папа нет. Почему вы разрешаете? Мне это не нравилось. Но у нее своя жизнь, она ее строит сама. Я не спрашиваю. И как бы я ее не запрещала. Я ставлю перед фактом. А вас это устраивает или смирились? Я просто принимаю как есть. Хорошо, Галина, я ведь не почему. Понимаете, никто не должен жить строем. Не все хотят иметь детей, не все хотят жить в хороших квартирах, не все хотят иметь счет в банке. И все люди, все разные. Просто вы россиянка, вы из Владимира. И в понятии вашем и в моем семья классическая. Я вот хочу выяснить, откуда ноги растут. Почему вдруг ваша дочь пошла поперек не системы, а поперек женского. Лариса, а можно пока сейчас мама ответит? Вам же переодеться надо. Наверное, сюрпризы. Да, давайте. А вы переодевайтесь, а мы с мамой поговорим. Лариса, однажды была такая ситуация, я куда-то ее не отпускала. Просто категорически встала вот так у двери. Она сказала, мам, не отпустишь, я уйду все равно. Что мне оставалось? Иди, дочка. А вот сейчас она в Болгарию или еще куда с ребеночком поедет? Однозначно. Ну, вот посмотрите, даже за ним, если понаблюдать, он-то прямо все равно, как горят волоса, все равно больше, как кто-то на ребенка, да? А вам не страшно за внука? Ну, а я смотрю, очень хороший молодой человек, он мне еще понравится. Откуда вы уже видите, хороший он, нехороший он? Внука отдадите в путешествие? Ну, а как я не отдам? Ну, что я скажу? Наташа, оставляй мне его, этого не будет, однозначно. Да, как у классика. Или ищите меня в Волге, маменька? Да. Времена не меняются. Вы все понимаете. Спасибо, Наташечка, проходите. У вас замечательный внук, берегите его. Наташа. Я волновалась. Она такая красавица, у нее такой зовущий взгляд. И я понимаю, что мужчинам трудно устоять. Она высокая, она статная. Она красавица. Мужчина композантный, нравится мне. Мне кажется, что Даню он очень понравился. Да, Даня ему глазки строил. Но вам понравилась она, Петр? Если не смущает, я тоже не против. Если ребеночек не смущает, в общем-то, мама может и посидеть. А я даже больше здесь за то, чтобы у вас с Наташей случилось, потому что вы такой здравомыслящий. Несмотря на то, что вы путешественник, вы понимаете, что с детьми можно, а чего нельзя. Я все-таки боюсь, что ребенок может стать помехой, потому что вы все равно будете еще путешествовать, как я сказала, до 17-го года. И Наталья, возможно, тоже. Но вам придется путешествовать втроем. Миленький, мой соскучился по мне, мой солнышко. Я тоже тебя очень-очень люблю. У вас есть три бонуса, вы знаете. Да. Вы можете пообщаться с Натальей наедине. Вы можете узнать, какой скелет скроется в ее шкафу. Либо семейная тайна. Ну, она классная девушка, очень понравилась. И думаю, как у нас есть интересные общие вещи. Да. Проходите. Сколько времени, как ты сказала, прошла в ГО, в Индии? Да. Я жила там два раза, где-то по восемь месяцев. Шесть-восемь. А как, планируешь скоро там вывернуться или как? Нет, не хочу пока. А путешествия? Хочешь еще путешествовать? Очень люблю путешествовать. Я хочу посмотреть всю нашу планету, она такая красивая. Я полностью согласен. А они говорили, что не меньше, чем два года я буду еще путешествовать, так что это ясно. Мы можем путешествовать всю жизнь. Да. Да, они у меня очень любят путешествовать, кстати говоря. Он с рождения ездил со мной, он уже восемь раз на самолете летал. Ну, неорганично как-то. Город, из которого она уехала. Биографии до этого. И вдруг ГОА. Ну, мышление, она просто не раскрылась. Но я вас уверяю, что мышление такое же непростое, замороченное. Давайте у жениха спросим. Жених, возвращайся к нам, Петь. Ну что, узнал что-нибудь нового для себя? Да. Да? В общем, предупреждал главная идея. Нравится? Да. Как тебе нравится, Петр? Петр? Он очень интересен. Встречайте, невеста. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуй, Питер. Сегодня мне снился один сон. Я ездила по Индии и встретила там мужчину своей мечты. Я нарисовала его портрет и хочу его подарить тебе. Пожалуйста. Спасибо. О, классно. Спасибо. Спасибо. Виктория, 27 лет. По образованию архитектор. Работает фотографом-фрилансером. Обожает ездить автостопом, посещает нудистские бани и учит испанский язык. Предупреждает, что она сыроед и защитница животных. Признается, что любит танцевать перед зеркалом и мечтает о нестандартной семье. Бывший муж Виктории постоянно занимал у нее деньги, пока не превратился в отпетого Альфонса. Надеется, что Петр – настоящий мужчина. Подарки будем дарить? Да, конечно. Я принесла вам подарочки небольшие. Я сама приготовила это сыроические сладости. Вот видишь, как соображают тяжеловато сыроеды. Посмотри, как он на нее смотрит. Он такой хоть запрогрел. Задать вопрос. Ты кто? Кто это? Виктория, объясните мне, почему из такого многообразия молодых людей вы выбрали Альфонса? Он не был сначала Альфонсом. То есть сначала как бы… Он был из бедной семьи? Да. Ну, как семья не совсем бедная. Там, в общем-то, они… Родители себе ни в чем не отказывали. Покупали автомобили, когда хотели. Там, когда хотели, путешествовали. Но ему денег не добавили. Но не особо богатая семья. А почему ваша мама согласилась на то, чтобы он жил в вашей семье? Ну, она его тоже полюбила. Просто… За что? Не знаю. Она приняла просто его, потому что это мой выбор. И она приняла этот выбор. Потому что ваш выбор? Да. А мама состоятельная? Ну, как сказать. Она всю жизнь работала. Вставала в 6 утра, ложилась в 10. И в детстве я ее очень мало видела. И вот вы здоровая деваха. Знаешь, что мать ломается на трех работах. Встает в 6 утра. Мало того, что вы у нее на иждивении, вы еще привозите Васю в дом, которого содержит и кормит ваша мама. Почему? Я не знаю. Но так получилось. Она была не против. Она была не против, потому что вы сказали хочу. Она хотела нам помочь очень. И он как бы не сразу так сел на шею. Как-то постепенно. И я просто не знала, как с этой ситуацией быть. А мама по природе такая рабыня? Или ее ваш папенька сломал? Ведь она и отца любила беззаветно совершенно рабские ему служа, да? Ну, нет, я бы не сказала, что рабские ему служат. Конечно, да. Даже когда он собрался уходить, он просто уже собрал чемодан и ушел к другой женщине. Мама, несмотря на то, что отец дня не работал в своей жизни, вцепилась в ноги. Ну, вы знаете, отец, мама, вот у нее должен быть стимул в жизни. Отец, это был ее стимул. Он постоянно стимулировал ее к новым-новым, да. Лежа на диване, не работая. Да. Девушка фрик. Девушка фрик, да. Если Петру нравятся фрики, то, может быть, она ему подойдет. Со стороны это так все выглядит, да, что осуждение. Я раньше тоже отца очень сильно осуждала его. Я не осуждаю ни одной секунды. Я просто говорю, что он был козел. Да. Я не осуждаю. Если честно, не то слово вообще. Скажите, дорогая моя, а вашему мужу было комфортно в семье, где пашут взрослые тети? Он, конечно, чувствовал, что это все неправильно, но... Мало того, он на руку на маму поднимал. Ну, не совсем руку, он просто позволял себе повышать тон на нее. Это не он себе позволял, это вы позволяли. На свою родную маму, которую жизнь на вас положила. Я пыталась, он на меня тоже так... Поднимать руку и повышать голос на вашу мать. Со мной тоже так же обращался. То есть в какой-то момент я упустила, я упустила, вот надо было жестко ему, его остановить. Почему не сделали? Я не знаю, вот это первая моя любовь, и я просто не знала, как себя вести нужно. Ну, из них вот я, честно, не вижу в нем заинтересованность, как именно в женщине. Ну, маме тоже нужно было. Как маму зовут? Светлана. Светлана, если ваша дочь еще раз приведет такого же Васю, а вы согласитесь, значит, и вам так и надо, Светлана. Значит, вас уже тоже не жалко. Потому что детям не все можно. Ну, зачем же дети? Скажи, моя дорогая, а как с Васей разводились потом, что стало последней каплей? Ну, последней каплей стало, что мне наступило 25, и почему-то я вот поняла, что в один момент я поняла, что все-таки пора заводить ребенка, детей, семью настоящую, вот с детьми. И я поняла, что я ни в коем случае не хочу иметь ребенка от того человека, который меня бьет. Скажите, пожалуйста. Я боюсь, что если ребенок увидит, как папа бьет маму, то просто заикой станет на всю жизнь. Нет, пока вы не пересмотрите, вы будете жить всегда с подонками, потому что плохой притягивается к плохому. Вы неправильно живете, я вам могу сказать. Я говорю только потому, что мама. Нет. Вот теперь смотрите, вот вы в анкете своей написали, что не хотите работать, а если муж будет работать, то это не ваш муж. Да. Поясните тогда. Потому что работа от слова раб, если нужно найти такое занятие, которое приносит удовольствие, и тогда не придется работать правильно. Чем вы зарабатываете? Я сейчас фотографирую. Хорошо. Я фотографом была в Ростове, и сейчас вот приехала. И хорошо, и муж вы тоже не хотите, чтобы работал, да? Вот я работаю, я себя не чувствую рабыней ни одной секунды. Я знаю людей, которые... Которые что? Которые, например, работают охранником в супермаркете и работают с 9 до 11 каждый день. И где? Он не живет вообще. Понимаете? Мой двоюродный брат работает охранником. Да. И он не живет. Это кто вам сказал, что он не живет? Он не занимается любимым делом. Он не занимается любимым делом. Это кто вам сказал, что он не живет? Вот не жив, а существовал как насекомое. Это ваш Вася. Нужно было никому-то рассказать. Мама, мама, у меня чудище будет на кровати. Какую из клуба притащил, такая и спит. Что ты там хотела показать? Дом? Ну, видео давай глянем. Чудить. Это смешное видео вообще. Многие люди у меня спрашивают. Ты вегетарианка и уже довольно давно. Чем ты питаешься? Это кинза. Вкусно. Я обожаю танцевать. И когда выбираю, я потанцовываю. Как и все. Вы хотите какую-то нестандартную семью? Нестандартная семья, свободная любовь. Да, что такое? Свободная любовь. Это значит любить без ограничений, без ревности. Принимать человека, какой есть. Это вы, если хочу исчезнуть из жизни, быстро. Как и быть. Ты должен, да, ты мне должен. Петр, вы должны приготовиться к следующему. Она с вами никогда, навеки не будет. И, соответственно, вот сегодня утром проснулись, вроде как есть. Но к вечеру вполне вероятно, вашей женой уже не будет. Вас это устраивает? Да, потому что определенность, она убивает отношения. Конечно. Когда говорят, я буду с тобой навеки, то это конец. А вы знаете, мне всегда очень забавно рассуждение бедной девушки из коммуналки, из города Сыктывкар или Гусь Хрустальный, которая говорит, что она никогда не выйдет замуж за олигарха. Потому что это же такая ужасная жизнь. Это же Кабала. Сегодня Монако. Завтра Ницца. Потом эти яхты. Ты не знаешь, где твои любимые туфли, в какой стране. Мне это же так же смешно, так же по-детски звучит, так же, как и ваши вот эти рассуждения. Сюрприз покажите. Хорошо. Вот по первому каналу Поддержите вы меня Я веселая девица Питер парень удалой Мы могли бы пожениться Не соскучишься со мной? Спасибо Спасибо Меня это обрадовало Я люблю контрасты Балалайка, это было очень место Спасибо большое, девчонки Проходите в комнату Как вам невеста? Она очень интересная И я уверен, как она сказала Я с ее не соскучусь Но думаю, что Все, что я услышал Думаю, потом я по ее буду скучать Потому что, да Она слишком свободная, думаю Как свободный дух Да, я думаю, что она еще Повторюсь, какое-то время Почудит Ну, если мама позволяет Почему нет? Ой, а потом они ко мне приходят Уже под 50 И уже поздняк метаться Ну, что, у тебя жених понравился? Да, очень Виктория В вас заложен определенный комплекс Который заложил в вас Ваш отец Вы носите обиду за свою маму За то, что ее предали И этого предательства боитесь Именно поэтому Психологически защищаясь Вы говорите о свободной любви Второй момент Вам, как ни странно Нужен мужчина именно работающий И приносящий доход И именно стабильный мужчина Как бы вы от этого не отнекивались Ну, я не против работающего мужчины То есть Главное, чтобы Это приносило ему удовольствие И еще один момент Не позволяйте мужчинам Так, как делала ваша мама в свое время То, чего им позволять нельзя Если на вас мужчина не тратится Он никогда этого делать не будет В дальнейшем А вам бы хотелось этого Если на вас мужчина поднимает руку Этого нельзя терпеть У вас осталось два бонуса Скелет в шкафу Либо семейная тайна Что хотите узнать? Звучит, как очень интересная Семейная жизнь Хотел бы узнать Семейную тайну Да, чуть-чуть больше Поделитесь, Виктория, с нами Семейной тайной В общем, мы Какое-то время Я и мать Жили в квартире у брата Суть в том, что он часто на меня Вот как-то агрессивно Ну, когда мы вот ругались Он позволял себе там руку поднять на меня Вот, и один раз вот прямо ударил И после этого удара у меня был синяк Я пошла в... Зафиксировала этот синяк И потом подала на него в суд За побой За избиение, в общем-то Вот, я просто поняла В тот момент я поняла, что Мама меня не может от брата защитить А мы с ним в одной квартире И нам как-то дальше жить Вы маму уважаете свою? Любовь и уважение – это разные вещи Маму уважаете? Вы должны понять, откуда ваши проблемы И с братом, и со всеми Или проблема в вас У меня нет проблем Нет проблем? Проходите в свою комнату Спасибо Моя зная Спасибо Ну, тяжелый случай Да? Да Дело в том, что ей нужно проработать те комплексы, которые у нее есть Они достаточно глубокие И связаны именно с ее детством С ее родителями В первую очередь с ее отцом Мы все проходили, у нас у всех детские травмы Душевные, духовные Мы все раненые Это правда Поэтому одни все равно живут нормально, не причиняя никому боль А другие – работать в рабство Мама такая, брат, судень Все это отвратительно Не ваша, она ничья на сегодняшний день, она ничья А сейчас как вы общаетесь с братом? А? Ну, сейчас у нее очень отношения Петр, у нас еще есть одна невеста Я вас приглашаю на стол АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Привет! Меня зовут Нина Я рада с тобой встретиться Надеюсь, что мы дальше будем с тобой общаться Пойдем пообщаемся? Здравствуйте! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Нина, 27 лет Управляющая в компании сотовой связи Обожает бассейны, шоппинг Мечтает стать настоящей путешественницей Признается, что любит поесть И комплексует по поводу своего веса Предупреждает, что не терпит мужчин Сплетников и нарциссов Первый возлюбленный Нина ушел к другой Второй стал спиваться А третий постоянно ее унижал Надеется, что Петр Откроет для нее весь мир АПЛОДИСМЕНТЫ Почему ваш первый возлюбленный Ушел к другу? Мы очень долго просто встречались С ним Мы из такого достаточно юного возраста 20 лет Может быть, это просто Он не нагулялся Я не знаю Мне кажется, губы накачаны и точно Не думала Нет, просто накрашены И ведь вы встретились С своей соперницей Когда я узнала СМС Это все прочитала Вот так вот Смотрисло ужасно Он узнает, что я читаю сообщение Кидается просто на колени Прости, прости Ты ничего такого Мне нужна только ты Только ты Люблю, не могу Просто глаза плачут Вот Но проходит какое-то время Я, конечно же, не понимаю, что здесь ситуация Проходит какое-то время Мне звонит эта девушка Звонит эта девушка И предъявляет то, что Почему ты лезешь в наши отношения Я тебе не отдам никогда в жизни Говорю, как? Мы столько лет с ним вместе Кого вы мне от меня хотите Ваш парень предлагает вам Устроить драчку небольшую Кто победит, с тем и останется Он просто говорит Почему мне звонит эта девушка Вообще, в принципе Почему она позволяет себе такие вещи Почему ты это допускаешь? Он сказал Ну, знаешь, Нина Разбирайся сама Как бы это Там ваши женские вопросы Я не хочу лезть И как бы так упустил руки И все И поэтому как-то 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 так случилось И вы расстались Классный парень Но расстались не из-за этого Ваше отношение стало Как вы думаете Влизать его маму, да? Мама как-то начала На меня как-то нападать Что я плохо Что он из-за меня нервничает Стресс у него постоянный Что я ему треплю нервы Что так вообще невозможно жить И вот он приходит сюда Уставший, кричит дома На них из-за меня Что я просто Ну, наверное Как бы намекаю на то Что, Нина, ты, наверное, здесь Не нужна Если вы уж расстались То расставайтесь до конца Вот И поэтому Ну, как бы там даже Наверное, я не знаю Может быть, мама повлияла На его дальнейшее мнение То, что в очередной раз Когда Поверьте мне Если мужчина хочет быть женщиной Десять человек Его будут держать за руки Он обманет всех Десять И рыбка будет С той женщиной С какой хочет Но мне первая невеста Честно говоря Больше понравилась Да, намного Она все-таки больше подходит Мама в итоге В конце концов приехала Просто его забрала Из дома Как маленького ребенка И уезжала домой И сказала А почему появился Гопник просто В вашей жизни Да у тебя всегда Как-то странно И унижал вас Почему? Ну Как-то странно Тоже мне эти отношения Начались Вроде все сначала Как обычно Все хорошо Но всегда хорошие Веселые, добрые А потом Он посчитал Что он меня завоевал Что все Он теперь может расслабиться Пока Начал приезжать К мне в каких-то Безумно спортивных костюмах Пить Какое-то дешевое пиво А Один раз Вообще Подарил мне медведя Я человек Мне 27 лет Девушка Какой медведь А вы что бы хотели? Какой подарок? Да Я даже не знаю Утюг мне подарил Какой-то полезный Этот подарок Но медведь Девушке 27 лет Я вам считаю Что он такой герой И он смел вам говорить Ты жердяйкина, да? Да Что я не краси при этом При этом ревновал Да, ревность Косметика Когда не было на меня косметики Просто человек Какая-то страшная Когда ты чувствуешь себя хорошо То нет ревности Нет Может быть еще Немножко по-другому Ревнуешь Когда чувство собственности Чувство собственности Знаете в чем ваши проблемы Или нет? Ну, наверное знаю Но я бы хотела в чем А вы как? Нет А вот озвучьте И Елена Ну, честно сказать Ну, плохого в человеке Не вижу практически ничего Ну, единственное Быстренько заводится, конечно Ну, и быстро как бы угасает Вот А все вот эти вот проблемы С ее молодыми людьми Были, скорее всего Из-за того, что парни Были не состоявшиеся Не самореализовавшиеся А почему они были в жизни Нины? Почему они были? Дайте я отвечу Вы знаете Есть женщины всеядные Так получилось Вот любой, кто приласкает Любой, кто обратит внимание Тот и жених Это неправильно А другие ждут годами И дожидаются Это как актрисы есть Которые всеядно Снимаются во всех сериалах Участвуют во всех программах Надоедают Хочется добиваться Хочется какой-то тайны А в вас нет тайны Потому что вас позвали Вы идете Он вам предлагает Вот такую жизнь Вы говорите Хорошо И мучаетесь А почему? Зачем? Вы что, какая-то Серая, убогая, одноногая Кто так? Как вы можете позволять К себе так относиться? Вы молодая, интересная женщина Просто я очень хочу Чтобы вы меня услышали И с сегодняшнего дня Уважайте себя Просто уважайте и любите В сайте Двоеточка ТВ Серых и убогих Нет Спасибо Вот перед вами Петр Тоже очень на большого любителя Я не хочу, чтобы вы через пару лет Пришли и сказали Ну все-таки болгарин Иностранец Я-то думала Что это он на программе Вот говорил Что он этого не хочет Того не хочет А оказывается Помоталась, не помоталась Теперь вот с двумя детьми Куда я? Примите И еще главный вопрос Готовы ли вы путешествовать Например, бросить свою работу На которой вы работаете И выяснить все про мужчину Который будет рядом с вами Просто вы задавайте им вопросы Три вопроса Которые вас на самом деле интересуют А может она пусть подумает Мы видео посмотрим А вы как подумайте Три вопроса, которые зададите Это моя помощь Тут, конечно, уже нужно делать ремонт Родители что-то начали Когда я уехала Просто подстелись Не бывают Поэтому, ну Делать нужно ремонт Вот Есть еще две комнаты Ну вот они пойдем Это комната моих сестер Думаю, без спроса не стоит заходить А это Самые главные Классные места Это две кладовы Самые лучшие места Когда мы в детстве Играли в прятки Есть так часто прятались Жалко, что их быстро находили Просто постоянно здесь прятались А это наш зал Это вообще дом моих родителей Но я здесь часто бываю Потому что дом скучный Там дом у себя будет Поэтому сейчас приближаем Решил приготовить сегодня Блинчики с мясом Вот они уже почти готовы Дожарились Сейчас уже снимаем Пахнет очень вкусно Жалко только удивительнику Хорошо, она умеет готовить Готовить с сестра Это хорошо Она домашняя просто Вот и все И поэтому она пока сделала Мне кажется, ей надоест Если даже она с ним Один раз поедет Ей надоест, она захочет дома побыть А вы, Петр, в Тамбове готовы осесть? Это очень близко от Москвы Я обожаю Тамбов В общем, как я говорил Для меня место не важно Важно, с кем я буду жить Хорошо, молодец У вас необычное лицо А я первый раз вижу На нашей программе У вас губы свои Я вижу, что свои Вы не кололи Ничего не делали Спасибо маме и папе Так вот Вы три вопроса Сейчас можете задать Петру У вас время уже поджимает Вот вы говорите Вы готовы переехать сами А вы готовы взять девушку И перевезти? То есть вы Куда? Куда вы? Я так вот всего этого не поняла В Болгарии Почему я задаю такой вопрос? Вот если он забирает девушку с собой То куда мы приедем? Что меня там будет ждать? Как бы какой-то дом Как минимум Планировать Первое, второе, третье Вот А по поводу Жених предоставить не может Вы не собираетесь пока жить в Болгарии? Пока нет Но ее интересует абсолютно точный план Куда и как и зачем и к чему Дорогая моя Ждем сюрпризы от вас Я знаю, что ты, как поняла уже Что ты очень много любишь путешествовать Но ты же пришел сюда искать свою семью Какую-то вторую половинку И если ты ее найдешь Я хочу показать тебе то, что скорее всего может тебя ждать Присаживайся на диван Спасибо Вот ты приехал с путешествия Тебя ждет любимая девушка Вы сидите, смотрите телевизор Любимый канал Давай поженимся передачу И вот мы смотрим И самое главное Тебя, конечно же, в этот момент будут ждать Вкуснейшие горячие пирожки Ужин Спасибо Ужин Сейчас она его облизывает Валу с кем причесывает Тебе не холодно? Через полгода начни вот эти картошки копать Скажи мне, пожалуйста Деньги приноси, куда ты собрался Какой-то сюрприз сделал Дайвинг, шмайвинг Какая анимация Надо в Болгаре дом обновить А то и два Вот что ты такой вот хотел показать? Это будет уже сюрприз, что я попал на этот передач А это уже сюрприз Я хочу, чтобы ты знал, что если ты определишь в своей жизни Что со мной тебе будут ждать вот эти вот пирожки, плед Мы со мной так же веселые и любящие горячие сердца У тебя классно Спасибо большое Ну, путешествие тоже Ну, путешествие тоже Ну, хорошо Спасибо Пожалуйста Закормили нашего жениха сегодня пирожками Ну, да Я ухожу Танцы, танцы Танцы ему сделали Ей попадались подонки в жизни Потому что в том месте, где она живет Принцип Не пьет и не бьет Это уже верх, сверх мужчина Да Она другой жизни не знает И когда у подружек нет никакого жениха вообще А с ней рядом кто-то находится все время Это уже хорошо Я думаю, она сегодня услышит нас Потом посмотрит программу И что-то в ее жизни должно измениться Она не ваша Да, я думаю Вы не дадите ей той стабильности В которой она нуждается Она тамбовская девчонка Тамбовская девчонка Сейчас расплачивают Ну, во-первых, она абсолютно традиционная девушка Она никогда не поедет бездумно куда-то Непонятно куда Ей нужно конкретно Чтобы у вас был дом Чтобы у вас был достаток Чтобы вы ее привели Чтобы вы ей это все спланировано И объяснили, как по плану Первое, второе, третье Как мы будем это делать Она очень чувствительна И действительно Она немножечко неразборчива Я здесь соглашусь с тобой, Лариса Но она прекрасная жена Она прекрасная Традиционная Настоящая жена Для такого же парня Со стабильным достатком Хотите узнать скелет в шкафу? Честно говоря Это очень искусительно Но Думаю, что лучше Оставить Ваше право Как есть Да Я тоже Не хочу знать Больше того, что знаю Ну ты, конечно, очень хороший человек Да? Вот так вот просто Общаться Отлично, да? Ну мы, наверное, просто разные Реально разные люди Петр Поскольку вам не с кем посоветоваться Советовать будем Мы вам А вы к кому хотите пойти? Вот это сложный вопрос Мне кажется, Наталья Мне тоже так кажется Она статная Высокая Красивая Вы высокий Красивый Статный Вы Друг другу понятны Вы хотите жить И вы выбрали именно тот путь Который только ваш Вам так хочется Вам никто Свою волю не навязывает Ну и живите С ребенком Будьте осторожны Ребенок не виноват Ничем Он не должен стать Экспериментальной игрушкой В руках Наташи Но вы человек разумный Я вам доверяю Да, я тоже не вижу причин Почему бы не сходить к Наталье Потому что Как весь многовековой опыт Показывает Что вот Если вольно Живи с вольными И нечего Опыты ставить на себе Тем более там правда Ребенок Согласна, Ларис Наталья Наталья Конечно Астрологически Кроме Натальи Больше вам никто Не подходит Но я могу сказать Что все-таки Периоды ваши Они различные Все-таки То, что у нее есть Ребенок Не сможет Вы не сможете Идти по одной дороге То есть Вы хорошо можете Пообщаться Встретиться Сходить на свидания Но я не думаю Что это будет Долгий промежуток Вашей жизни Я думаю Вы уже решили К кому пойдете В любом случае Мы вас поддержим Поэтому проходите Хочу сказать только Что я тоже В принципе Хотел бы Прийти к Наталье Но Я полностью согласен Что Я пока Не смогу Предоставить То, что Хорошо У вас есть Несколько секунд Для того Чтобы пойти Первая, вторая Невеста, третья И комната Где вас никто не ждет Мы в любом случае Поддержим Ваш любой выбор Спасибо Выражайте симпатию Нашим будущим героям Отправляйте Свои отклики С их номерами На сайт Первого канала Меня зовут Набокова Яна Мне 25 лет В данный момент Я работаю Учусь Получаю дополнительное Образование И в свободное время Принимаю участие В съемках сериалов Фильмов Рекламы И различных Видеороликов Я приглашаю всех Выйти И поддержать Решение Петра Сегодня у нас нет пары Если вы тоже одиноки Или вам понравился Кто-то из участников Сегодняшней программы Пишите на сайт Первого канала А я Лариса Гузеева Желаю Чтобы любимый человек Обязательно Сказал вам Давай Поженимся Удачи Осталось Сашечка Знакомы ли вам Такое чувство Как зависть К сожалению Да Я думаю Это связано С моим маленьким Ростом И маленьким весом Они будут Вот это терпеть Что мы не любим Они наши молодости Лариса Не пользуются Особенно твои Роза Вам нравится Как вам трусили А жена не выдергивала Вам волосы Нет Ужинать даже ездили вместе За тебя, мой мужик Каждый день за днём Сожми с собой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова